Когда в сквере имени Аксакова началось плановое благоустройство, никто не ожидал, что в 21 веке будут найдены исторические ценности дореволюционной эпохи. Рабочие приступили к строительству колодца и ливневок, а раскопав котлован, обнаружили остов печи. На этом фото особняк Аксаковых, который, кстати, располагался на месте одноименного сквера. Дом двухэтажный, с двумя печными трубами. Археологи, направленные на место раскопок, предполагают, что одна печь служила кормилицей, а вторая отапливала дом. Но самое главное и, пожалуй, ценная находка – гарда драгунской офицерской шашки с надписью «За храбрость». В оригинале ее общая длина 890 мм, а вес – 1150 граммов. В 1881 году шашка заменила кавалерийские и пехотные сабли и принадлежала всем офицерам и генералам, которым была положена. Конечно, мы надеемся, что найденные исторические объекты не будут зарыты землей, что они будут показаны и жителям Самары, и туристам, и вызвать большой интерес. Такие объекты есть в других городах, в Москве, в Самаре еще такого не было. Поэтому мы надеемся, что в Самаре появится такой замечательный, действительно исторический Оксаковский сквер. С найденными историческими ценностями активно работают археологи и реставраторы. Предметы из черного металла чистить особенно тяжело, рассказывает научный сотрудник Елена Каравашкина. К примеру, их нельзя мыть, так как частицы земли и песка еще прочнее забивают материал. Экспонаты замачивают в специальных химических растворах с аммиачным составом. Затем спасают от дальнейших разрушений. То есть, если, например, от шашки эфес было достаточно легко обработать, потому что у него хорошая сохранность и определенные свойства металлов, то предметы из железа бывает очистить очень сложно, потому что бывает, что уже даже не сохраняется железное ядро предмета. Фундамент особняка Оксаковых, скорее всего, базировался на кирпичной основе. Археологами были найдены кирпичи с клеммами разных заводов. В 19 веке Самара активно застраивалась. Местной производственной мощности хватало не всегда. Строительный материал везли из соседних губерний. В частности, вот этот кирпич. Здесь буквы «ЯЗКГ». Это Яйвинский завод князя Голицына. Также здесь номер 7, то есть это номер участка, с которого производился забор глины, и где производился этот кирпич. Кирпич этот происходит из Пермской губернии. Различные предметы быта, детали системы отопления, монеты, образца 1914 года, типичная посуда конца 19-го, начала 20-го века. Почти все раритеты были обнаружены в печи. Занайденные в историческом центре Самары артефакты уже начали борьбу музеи Самары и области. Нам уже звонили из музея Приво с просьбой передать им остатки шашки для экспонирования. Но, к сожалению, мы не можем разрывать коллекцию. Все, что найдено здесь, это единая коллекция, будет сдана в музей Алабина. Специалистам уже удалось выяснить, особняк Оксакова был оснащен электричеством и проводкой. В начале 20-го века в строении произошел пожар, дом не уцелел. Историки предполагают поджог, но сегодня выяснить это наверняка уже невозможно. Дом, где прежде собиралась русская интеллигенция, принадлежал Ольге Оксаковой, внучке известного создателя сказки «Аленький цветочек». Отец Ольги Григорий Оксаков был губернатором, благодаря которому появилась железная дорога, больница «Пироговый телеграф». После его смерти крестьяне добровольно несли гроб на руках, а Самарское дворянство возложило серебряный венок на его могилу. Остается надеяться, что найденные ценности сохранят при реконструкции сквера на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе. От археологов уже поступило предложение закрыть найденные фрагменты печей стеклянной витриной. Ольга Павлова, Василий Кладошов, Сергей Баскин. События.